ДИСКЛЕЙМЕР Конкурс красоты или ярмарка тщеславия? Зачем они истязают себя диетами? Зачем они приходят сюда этой весной? Зачем они так много времени тратят перед зеркалом? Сегодня мы выбираем самых красивых девушек города Кургана Ведь именно одна из них удостоится права поехать на конкурс Краса России Здравствуйте Здравствуй А можно я вам подарю цветочки, которые я сама сделала? Вот, Катяне Викторовне красоты Наталья Викторовна, спасибо ее Спасибо, дорогая Это взятка, Юля? Нет Это я делала своими руками Комплимент, как бы я вот недавно буквально начала увлекаться аэродизайном Но это достаточно интересно Вот И снова пришла сюда Цель? Цель, вы знаете, я посмотрела Вот в том году, вот вы говорили то, что Ну, у меня недостаточно роста А в этом году Ты ноги спаливайся А, нет На красе России, вот между прочим, победила девушка с ростом метр шестьдесят восемь У меня рост метр семьдесят Поэтому я могу уверенно представлять свой город на красе России На наездом с каким-то пришла, да? А, нет, Юля, вот это вот совершенно правильный подход Пришла с претензиями Вот и все Какие еще претензии? Сразу, давай Ну, у меня нету больше так-то претензий У меня вообще, знаете, так все Теперь давай скажи мне, дорогая Вот ты, предположим, ты выиграла И ты поехала в Москву Да Все, она уже выставила Я уже там, я уже мысленно там все Ну, мысленно еще, знаешь Они, конечно, бывают материальные Но не всегда Дай бог, чтобы твои мысли оказались материальные Так, ну Ну и ваш молодой человек А что? О, вы знаете, это вообще без проблем Это просто, ну, как бы Все же отношения, вот как девушка уже говорила ранее Это, ну, они как бы На доверии все Отношения ценятся И то есть Как сказать Я вообще себя достойно всегда веду Он во мне уверен Поэтому там я смогу себя достойно проявить Что ему не будет стыдно Он, наоборот, будет рад Что его девушка, красавица Поехала за свой город Поучаствовать в конкурсе А там, в принципе, провокации Это никаких быть не может Вы живете в пригороде Подмосковья Ну да, в закрытом Да, в закрытом На закрытой базе Куда к вам не допускают вообще никого Кроме людей, которые причастны к этому конкурсу Ну ладно, мы сейчас говорим о конкурсе Да, закрытая база А вот конкурс Победа Контракты Предложения Красивые мужчины вокруг вас Вьются постоянно туда-сюда Все, смотри, она снимает И тут дверь кончилась Почему? Не кончилась? Нет А в ваших мыслях ничего не поменяется? Я, вы знаете, ко всему очень отношусь с трепетом И поэтому я не думаю, что кто-то во мне разочаруется Вот Даже вот, ну не знаю Я никогда никого не подвожу Если я, например, сказала Да, я буду Я приду вовремя Вот даже, допустим, вспомнить предыдущий конкурс Да, краса Кургана То я на каждое дефиле Я всегда приезжала Я просто учусь в Кемене сейчас Вот я каждый раз приезжала Не опаздывала У нас точно региональный конкурс Я говорю, у нас просто это Это вообще просто Ну я там учусь Юра, скажи, все понятно Скажи мне, вот год не виделись мы с тобой Что поменялось? Вы знаете, многое За этот год я научилась проигрывать Мне, знаете, если честно, было очень больно После конкурса Вот, ну потом в Тюмени уже Мне предлагали посниматься на журналы Я снималась Вот, и, ну все Сейчас я вот занимаюсь научной деятельностью То есть много читаю, совершенствуюсь Вот так вот проходит мое время Ну, а если ты в этом году снова не победишь? Какая будет твоя реальность? Я не буду об этом думать сейчас Нет, ну давай сейчас об этом поговорим Я сейчас не могу вам ответить на этот вопрос Потому что я не хочу об этом думать И не думаю об этом Ну Юля, видимо, настроилась на победу Не хочет сбивать настрой Да? Да Ну потому что, тем более, я знаю то, что мой рост нормальный Поэтому я уверена Да что ж ты с чем ростом? Зачем вы решили то, что победа-то складывается только из-за роста? Ну потому что почему-то вот, когда вот на том конкурсе я участвовала Я посчитала то, что именно из-за роста это все Ну это только ты посчитала, правильно? А творческого номера не было? Это кто посчитал? А где же у нас творчество? Как оно будет сейчас обстоять? Вот понимаешь, Юленька, вот там цветочками вот этими не обходится Понимаешь? Творческий номер? Творческий номер, вот знаете Стихи? Я можно вот скажу кое-что сначала? Ну скажи Я Ну кое-что скажи Я вот Вообще, я раньше занималась танцами 10 лет эстраду у меня за плечами Просто, когда дело коснулось творческого номера в том году Со мной просто некому было позаниматься А сама я вот, ну не смогла сама вот постановка А в этом году сможешь сама? А в этом году я думаю, что я все-таки, наверное, настроюсь и возьму инструмент в руки Балалайка, да, помните? Этот вопрос я и хотел задать Закончила музыкальную школу, какой инструмент? Балалайка, фортепиано я еще проходила и гитар Еще дом знала А если ты возьмешь на творческий конкурс в руки балалайку? Да я думаю, знаете, да Надо, наверное, все-таки взять И я думаю, да, придется, потому что надо как-то удивлять жюри А я этим смогу Вот ты сейчас готова нас удивить? Сейчас я Балалайка где-нибудь там стоит за кулисами? Да нет у меня инструмента, я приобрету его Вы знаете, я и пою возле зеркала Но я вот, когда со мной Ну, со мной надо, чтобы кто-то позанимался Просто я со стороны Юль, ну ты такая интересная, ну кто с тобой будет заниматься? Здесь каждая сама за себя Ты же знаешь это лучше, чем Кто бы то ни был Кто бы то ни был Каждый сам за себя Каждый готовится сам Ну, со мной кто-нибудь Вот тут все Да, это примерно Я тоже занимаюсь с тобой балалайкой Хочу Да Это тоже самое, если я начну заниматься с тобой дефиле Нет, просто вы знаете, я считаю, если номер готовить, да, творчески, если вот уже вот конкретно, то он должен быть достойным То есть У тебя был год, ты знала, что через год состоится конкурс, ты так хотела победить в прошлом конкурсе Ты же рыдала там за кулиси-то Вы там все вой устроили до потолка Не все Да мы не устроили вой, мы просто немножко огорчились Совсем чуть-чуть? Совсем Что рассказать мне про себя? Ведь, как известно, похвала не приемлет слова «я» Что я красива, и стройна, добра, мила, покладиста Все это только лишь слова, толкающие на мысли тебя Самовлюбленная она Поэтому скажу как есть Таланта всех не перечесть Училась в колледже однажды А специальность, да, не важно А вот родной ШГБИ Открыл мне дверь в детсады Работа мне не в наказание И даже не для выживания И как вы поняли, друзья Да, воспитатель это я Девиз по жизни мой простой Дари добро, ведь жизнь одна В детском саду здесь работаете? Да Как вам детки? Очень люблю деток И моя группа, по-моему, самые лучшие детки Они сейчас вас смотрят, как вы думаете? Они вообще знают? Вот ваша группа в детском саду знает, что Какой у них воспитатель с ними работает? Ну вообще-то да Они меня исподвигли Они мне каждый день говорят Какая я красивая В любви признаются Так вот я и подумала Схожу на конкурс раз Дети ведь не врут Значит правда Дети врать не умеют Это вы точно заметили Ну вот вам зачем конкурс в саду? Вы хотите победить? Не поняла еще Вы хотите победить? Да, конечно хочу победить И поехать на Красную Россию? Да И там победить? И там победить А как же детки? Детки? Так они меня дождутся Вырастут в том времени уж детки Пока вы ездите Нет, мне еще их три года вести до выпуска Так что они меня дождутся Какая была твоя цель? Цель участия в проекте? Какая цель участия в проекте? Ну вообще-то я хочу так разнообразить свою жизнь А то у меня работа, дом, работа, дом Ну и вообще найти интересных знакомых Потому что я в Курган переехала летом У меня здесь почти нет подруг Никого нет Может с кем-то познакомиться Будем общаться в дальнейшем Я Новикова Ольга Вы со мной уже знакомы Я неоднократно принимала участие В проекте в Курган.ру Я в прошлом году закончила В факультете связи с общественностью и рекламой Уральского федерального университета Сейчас продолжаю обучение В магистратуре по маркетингу Там же, в Урфу Чуть ранее Проучилась на переводчика И я знаю несколько языков Французский, английский И сейчас увлекаюсь испанским И мой творческий номер Будет связан с языками Ты нам будешь петь На испанском и французском Субтитры создавал DimaTorzok Скажи мне, зачем ты пришла? Ожидала этот вопрос Мне действительно много дают эти проекты Я сильно изменилась, мне кажется Изменилась во всех отношениях И думаю, что я исправила Те недостатки, которые были в том году Может быть, какая-то скованность Сейчас я веду прогноз погоды И перед камерой я уверена Это точно Я думаю, что смогу достойно представить наш город Потому что у меня есть не только внешние данные Но и багаж умственных знаний тоже прилагается Хочу сказать, что сегодняшний кастинг Да, все-таки по сравнению с прошлым годом Это небо и земля Молодцы девчонки Очень высокий уровень подготовки Ну и, конечно, природа Все продолжает радовать, радовать и радовать Потому что в этот раз Она на красотках не отдохнула Вообще нет Вот И я себе с ужасом представляю финал Почему с ужасом? Потому что очень трудно будет выбирать А нужно же выбрать только одну Кастинг завершен и мы готовы огласить весь список Участницами проекта стали Валерия Шульмина Ольга Шелепень Кристина Козлова Полина Ковалева Елена Пешкова Ксения Пылкова Анжелика Юникова Валерия Горных Диана Воробьева Татьяна Боитова Нина Наволокова Екатерина Чернова Юлия Иванова Анастасия Брил Если ваше имя не прозвучало, не отчаивайтесь Каждый год Мисс Курганру открывает дверь тысячам красавиц Вполне возможно, что вам повезет в следующем сезоне проекта А новоиспеченных участниц номинации «Краса Курганру» ждет первое испытание фотосессии Подробности вы можете увидеть уже на следующей неделе Смотрите нас на телеканале СТС, кабельном канале Курганру и на нашем сайте Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»